Всем привет! Меня зовут Дима Семенищев, я джазовый контрабасист и аранжировщик. И сегодня передача будет посвящена в основном контрабасистам, но возможно она будет интересна не только им. Мы поговорим о джазовом звукоизвлечении. Звукоизвлечение у нас формируется примерно одинаково и в правой и в левой руке, но скажем так, правая чуточку поважнее. И если говорить о постановке правой руки, то существует три типа постановки. Вариант первый. Контрабасист играет в основном все одним пальцем. У такого звукоизвлечения есть один важнейший плюс. Это одинаковая атака. Что бы вы ни играли, у вас атака будет практически всегда одинаковой, потому что вы делаете ее одним и тем же пальцем. Такой тип звукоизвлечения, конечно же, подойдет всем тем, кто в своей жизни собирается играть только свинг, только шагающий бас, только четверки, только половинки. Если вы не собираетесь играть импровизации, не собираетесь играть латиноамериканскую музыку или фанку, паси господь, то для вас это идеальный вариант, потому что ваше звукоизвлечение всегда будет одинаковое. Это здорово. Если вы хотите играть на контрабасе что-то кроме шагающего баса и половинок, то к этому пальцу вам нужно подключать еще палец средний. Это два самых сильных пальца на руке. В общем-то их достаточно для того, чтобы играть музыку абсолютно любой техничности и извлекать звук из контрабаса максимально агрессивно и максимально ярко. Тип звукоизвлечения номер три — это игра тремя пальцами, а некоторые даже умудрятся играть четырьмя. То есть мы добавляем безымянный и порой мизинец. Что это нам дает? Это нам дает абсолютно невероятную техничность. Мы можем играть очень-очень быстро, но в данном случае, если мы играем на контрабасе, мы должны иметь идеально отстроенный инструмент, струны, которые будут лежать низко на грифе, мощный эквалайзер и желательно компрессор. Это слишком много условий, и, конечно, в данном случае вы должны забыть о каких-то мероприятиях, где вам нужно играть акустически. И мы об этом забываем сразу. Никогда тремя пальцами вы не будете играть с такой же громкостью, как вы играете одним или двумя. Никогда этого не любят. Не подумайте, что я сейчас уйду в философию, но я вам задам простой вопрос. Вспомните музыкантов, которые могут играть на контрабасе или на любом другом инструменте, чья техника вас поражает, которые могут играть очень быстро, очень много нот, точно, с отличным звукоизмечением. Чаще всего их объединяет одна важная вещь. Они играют так, что вам кажется, что они ничего не делают. Они играют так, как будто бы они вообще не напрягаются, и у них не происходит никакой сложной физической работы. Запомните этот факт. Все академические струнники знают такое упражнение, как игра длинных нот. То есть мы берем смычок и по открытой струне ведем его. С какой целью? Чтобы у нас рука двигалась ровно, звукоизвлечение было плавное, и смена направления смычка была незаметная. В общем-то, то же самое мы можем делать, извлекая звук руками. Если разобрать звукоизвлечение на контрабасе, то я его представляю себе так. Я ставлю палец на струну, натягиваю струну и отпускаю ее. И первое, что я делал, минут 20-30 в день я уделял на такое звукоизвлечение, медленное, неторопливое, на каждой струне. И когда вы занимаетесь этим упражнением, вам нужно следить за тем, чтобы у вас не было никаких лишних движений в руке. Ваши движения должны быть простые. Поставили палец, дернули, поставили палец снова, дернули. Да? Никуда не торопитесь. Извлекайте звук медленно, одинаково и наполненно. Когда вы играете на струнном инструменте с мучком, самое сложное это переход со струны на струну. То есть смена струны, на которой вы извлекаете звук. И то же самое, когда вы играете пицциката. Если вы видели предыдущий выпуск, где я играю блюзовую линию, то возможно вы обратили внимание на то, что в основном я извлекаю звук указательным пальцем. И только в тот момент, когда мне нужно сыграть какую-то триоль, какие-то мелкие ноты, я добавляю палец средний. Как раз таки для этих мелких нот. Если я иду наверх, например, мне нужно сделать ход со струны ре на струну соль. Я струну ре буду зацеплять средним пальцем, струну соль буду зацеплять указательным. То есть у меня будет такое движение, как будто бы я поднимаюсь по лестнице. Если же я спускаюсь вниз, например, со струны соль на струну ре или с ре на ля, то такое движение я буду делать одним пальцем. И неважно, это будет в данном случае указательный или средний. Зависит от ситуации. И тем, и другим нужно извлекать одинаково. Если мне нужно сыграть какую-то триоль, и триоль соединяется со сменой струн. Например, одна из самых популярных ходилок, когда мы идем от основного тона через септиму, квинту в основной тон. То есть соединение движения разными пальцами, плюс перекатывание основным пальцем. Отдельное внимание стоит уделить таким рисункам, как басанова и самба. Например, на медленной басанове вы можете научиться как раз-таки очень удобной смене струн. Например, это может быть выглядеть так. КОНЕЦ И моя к вам большая просьба, если вы только начали заниматься на инструменте, если у вас еще не стоят руки, вы только в пути становления, пожалуйста, делайте все максимально медленно, максимально осознанно. Никуда не торопитесь, потому что нет ничего хуже непоставленных рук и испорченного аппарата. Исправить потом это будет намного сложнее. Лучше сразу заниматься так, чтобы вам было удобно, комфортно, не тяжело. То есть, конечно же, вы будете уставать на инструменте, это естественно. Как только устали, дайте себе 15 минут отдохнуть, возвращайтесь за инструмент. Ни в коем случае на усталости, на больных руках не продолжайте себя мучить. Это закончится, скорее всего, плохо. И, пожалуйста, никуда не торопитесь, все успеете, все будет хорошо. С вами был Дима Семенищев. Если у вас какие-то вопросы, пожелания, вы знаете, куда их написать. Если у вас есть друзья, с которыми вы хотите поделиться этим видео, делайте это смело. Увидимся очень скоро. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»